Добрый день, приветствую вас в компании Кодерлайн. Мы сегодня проводим вебинар корпоративные закупки в 1С-управлении холдингом 3.1. Но они раньше назывались централизованные закупки, теперь, так как в редакции 3.1 названия поменялись, название вебинара нашего тоже поменялось. Управление холдингом – это программа, которая, ну, согласно своему названию, призвана управлять учетом холдинга, то есть предприятия, в которые входит множество организаций с различными системами учета. То есть, если у вас предприятие состоит из одной организации, например, завод, то достаточно для него одной системы, например, ERP, которая полностью обеспечит его потребности, в том числе и в закупках, и в договорах, ну, в исполнении договоров. Управление холдингом же призвано прежде всего интегрировать все организации холдинга, несмотря на то, что учет в этих организациях может вестись в различных системах 1С, то есть в бухгалтерии, в ERP, в других каких-то программах и даже не 1С-овских системах, также можно наладить интеграцию, взаимодействие с управлением холдингом. В части закупок это делается для того, чтобы прежде всего собрать потребности всех организаций холдинга и создать единые планы потребности для того, чтобы централизовать такой бизнес-процесс, как корпоративные закупки. В самом управлении холдингом этот бизнес-процесс взаимодействует также и с бюджетированием, планированием, с казначейством, если казначейство в этом случае тоже будет централизованным, и с управлением обязательствами, то есть договорами и исполнением договоров. Система может быть реализована по-разному, то есть может быть централизованы только закупочные процедуры, в этом случае сбор и консолидация потребностей от дочерних зависимых обществ переходят в проведение торгов, заключение договоров уже происходит в самих дочерних зависимых обществах, также и передача исполнения передается в дочерние зависимые общества. Либо централизация процедур и снабжения подразумевает собой, что сами закупки тоже происходят централизованно, и дальше распределяются накладными на дочерние зависимые общества. Но предусмотрена полная централизация всего процесса, вплоть до исполнения договоров. В этом случае отчетность также можно будет формировать непосредственно в самой системе управления холдингом, не собирая отдельно факт с интегрированных предприятий, организаций. Но схема управления закупочными процедурами выглядит следующим образом, то есть, как я уже говорила, собираются потребности из внешних систем, подготавливаются планы закупок. Также в системе есть аккредитация поставщиков, несмотря на то, что она полностью представлена на электронных торговых площадках, есть она и в самом управлении холдингом, то есть в этом случае подключаются внешние пользователи, заводятся кабинеты для поставщиков, проводится их квалификационный отбор, проводится аккредитация и так далее. Ну, эта система пока не так сильно востребована, но, тем не менее, также развивается. В редакции 3.1 она уже представлена более широко, нежели в редакции 3.0. Далее проведение торгов и заключение договоров после исполнения обязательств и отчетности. Значит, что дает централизация закупок? Это прежде всего снижение закупочных цен за счет объемов, снижение транспортных расходов, получение более выгодных условий договоров, повышение качества и прозрачности процесса, сокращение затрат. В самой системе для ускорения процесса и для повышения эффективности также есть разработаны механизмы, как, например, замена номенклатуры в документах планирования на аналоги или на унификаты. За счет конкурентных закупочных процедур также происходит экономия. То есть в системе реализована переторжка. Это когда поставщики, которые предложили свои варианты закупок, между собой объявляется переторжка и улучшаются условия, уменьшаются цены, пересматриваются среди поставщиков, принесшие участие в торгах. И также, кроме отбора поставщиков по самой низкой цене предложения, которое в основном используется, в системе внедрена интегральная оценка предложений, то есть по нескольким критериям система сама автоматически вычисляет победителя и исключает человеческий фактор в выборе победителя торгов. Ну, далее вот представлено на слайдах также то, что реализовано в системе для ускорения процессов и удешевления закупок. Значит, сама схема процесса закупки представлена непосредственно в системе. Я перейду сейчас в систему. И мы рассмотрим непосредственно в программе. Значит, ну вот я открываю программу, то есть управление холдингом. Мы здесь видим, что у пользователя на начальной странице определены задачи, которые он должен выполнить, которые как раз вот многие из них связаны с закупками, с процессом закупок. Вот непосредственно отсюда он может, пользователь может обратиться к этим задачам и привести их в исполнение. Но первоначально для того, чтобы начать пользоваться системой, необходимо, то есть когда мы впервые открываем конфигурацию, у нас вот этого раздела корпоративные закупки не видно в системе. Вот. Надо его включить. Также сейчас вот в редакции 3.1, которую мы сегодня рассматриваем, отдельно выделена теперь система планирования и контроль, в которой тоже есть автоматизированные рабочие места для ускорения и автоматизации первоначальных настроек, которые используются при бюджетировании и включении лимитов и создании сбора потребностей. Значит, первоначально обращаемся к общим справочникам и настройкам. Здесь в настройках мы видим вот настройки корпоративных закупок этого раздела. Для того, чтобы он появился в системе, вот должен быть введен этот флаг, использовать корпоративные закупки. Также здесь обозначена периодичность закупок, может выбрана с необходимостью по индивидуализации, месяц, неделя, декада, с какой периодичностью проводится в системе. Валюта, учета закупок, тип цен для расценки потребностей, для автоматического заполнения в документах планирования. Также здесь заводится. Но обычно плановые цены заводятся на год, поэтому, в принципе, мы их так и назвали, плановые цены на 2021 год. Далее здесь представлены настройки разделять номенклатуру по товарным категориям. Это в том случае используется, если у нас планирование идет не по номенклатуре. По номенклатуре, в принципе, применяется это на производственных предприятиях в большей степени. На других предприятиях с другим видом деятельности могут использоваться планирования по использованию товарных категорий. Для того, чтобы использовать это, мы прежде всего должны заполнить матрицу полномочий категорийных менеджеров. То есть здесь мы видим слева представленные организации холдинга. в верхней строке шапки мы видим представлены наши категории, по которым мы будем вести закупки, планировать закупки. И на пересечении мы можем выбрать категорийного менеджера, который будет, ну, из пользователей, который будет заниматься закупками по этим категориям и по данной организации. Также мы можем обратиться непосредственно к самому этому регистру и корректировать данную матрицу непосредственно в регистре. Ну, далее используем ли мы категории, характеристики номенклатуры, можем поставить галочку. И следующий пункт – это настройка параметров планирования по умолчанию. Здесь в зависимости от вида закупок устанавливается метод оценки. По критериям, то, что вот я вам говорила про интегральную оценку, которая потом на основе введенных критерий поставщикам отбирает автоматически победителей торгов. И по ценам. То есть здесь, когда по ценам, то это вручную происходит отбор. То есть председатель комиссии или полномоченное лицо, оно отбирает победителя. Далее тут срок подготовки, проведения закупочной процедуры. И длительность самой процедуры также определяется в этой настройке. Следующая настройка – это вида операции поступления для по видам номенклатуры. Здесь просто данные слева вида номенклатуры, а справа документы поступления, к которым эти данные виды номенклатуры приходуются. Дальше идет настройка положения о закупках. То есть ранее, еще в системе 3.0, положение о закупках привязывалось к самой номенклатуре. Сейчас оно так же как бы привязывается. Ну, тогда там была настройка номенклатура с особым порядком учет. Теперь это реализовано в таком виде. То есть основное положение и положение о закупках открываем. У нас так же идет слева товарная категория. И для каждой товарной категории справа определяется набор требований для положения о закупках. То есть все требования, которые мы используем, там мы ставим галочки. Если у нас 223-му закону подчиняются наши закупки, то так же как бы ставятся галки в данном пункте. То есть здесь у нас представлены категории для автомобилей, для закупки материалов, для закупки мебели. Значит, так же определяется длительность и параметры для закупки у малых и средних предприятий для тех, кто подчиняется 223-му закону. То есть вот существует у нас для нашей, в нашей демо-базе два положения о закупках. Это для двух организаций закупочная компания и производственная компания. Далее тут параметры, представленные настроек для аккредитации поставщиков. Это срок аккредитации по умолчанию 12 месяцев и длительность рассмотрения аккредитации в днях. И так же к аккредитации относятся разрешение доступа внешних поставщиков и использование внешних пользователей. Далее у нас идут параметры для малых и средних предприятий. Используется процент, определяется процент годового объема закупок, который у нас определен в нашем положении о закупке согласно 223-му закону. Далее у нас представлены интеграции с внешними системами, то есть непосредственно с электронной информационной системой, в электронную информационную систему автоматизировано только для 223-го закона все номенклатуры, особые виды номенклатуры по закрытым торгам там выгружаются через электронную торговую площадку на электронную информационную систему и обратно как бы загружаются параметры в систему. Остальное как бы интеграция не представлена, то есть огромное множество электронных торговых площадок и 1С не может автоматизировать в общем всю интеграцию, только непосредственно в проекте с каким-то определенным закрытым списком торговых площадок можно наладить интеграцию, непосредственно автоматизированную выгрузку и загрузку данных, но в этом случае все равно какая-то команда у заказчика должна постоянно поддерживать, потому что единого не существует единой системы для всех электронных площадок универсальной системы не существует здесь вот у нас вручную заносятся коды из электронной информационной системы для способов закупок ну и также существует автоматизированная загрузка из электронной информационной системы таких справочников как КДП-2 и АКВЭД-2 значит, после того, как у нас здесь все настройки произведены первоначальные, можем также обратиться к оперативному планированию, к настройкам, здесь у нас представлены все бюджеты, которые у нас могут использоваться в нашей системе, но если у нас бюджетирование не ведется в самой системе, а только собираются потребности, то у нас автоматизирован здесь только бюджет закупок, поэтому мы сейчас обращаемся к настройкам параметров бюджета закупок, здесь мы включаем флаг использовать планирование, периодичность планирования, определяем месяц, вот, также мы можем здесь увидеть структуру нашего оперативного плана, то есть, по каким разрезам происходит планирование, это организация, номенклатура, место поставки, также можно детализировать по договорам и контрагентам, и также есть еще шесть аналитик, раньше в 3.0 было три аналитики дополнительных, в которых мы также можем размещать какую-то аналитику, которую будем использовать для детализации нашего планирования. Варианты настроек, вот, представлены в данном случае здесь, и те варианты, которые больше не используются, на них представляется знак, что они больше не используются, и на будущий год, как бы, вот два варианта настроек, в них определяется состав наших аналитик, и что у нас будет использоваться в шапке бюджета закупок, что будет использоваться в строках, здесь также все это определяется. Вот. И проставляются галки там, где использование реквизитов обязательно, без которых не проведется документ бюджет закупки. Ну и когда уже бюджет закупок создан, там один документ, то этот уже план бит настроек изменить нельзя. Можно только запретить и как бы создать новое, если мы хотим откорректировать что-то. Значит, также здесь параметры лимитирования представлены. На 2021 год лимитирование, ну, лимиты устанавливаются на год, контроль происходит по году, но это исключает необходимость при актуализации по квартальной, например, перекидывать лимиты, ну, корректировать лимиты по квартальной, то есть в целом за год они определяются. Дальше тут настройка. В этой системе добавлены документы, заявка на корректировку лимитов. То есть можно корректировать лимиты по заявке. Ну, для заявки удобно через них проходить систему согласования. Но мы здесь пока пользоваться не будем демо-примериями. просто чтобы вы знали, что есть такая возможность. Также в планировании контроля в самом разделе есть теперь автоматизированное рабочее место управления лимитами. То есть здесь у нас в планировании контроля представлено планирование операционной планы именно для раздела закупок, то есть для удобства они также и здесь представлены в этом разделе, то есть дублируются в этот раздел. Значит, управление лимитами происходит для любого вида бюджета, то есть используется прежде всего в бюджетировании. То есть если у нас бюджетирование есть, ну, если у нас есть документы бюджетирования, то мы можем непосредственно отсюда установить лимиты, либо отменить установку лимитов, либо заблокировать период лимитирования по выбранным ЦФО проектам, также разблокировать и открыть список установленных лимитов по данным разделу бюджетирования. Ну, у нас тут оперативные планы, как бы они относятся к корпоративным закупкам, поэтому здесь не утверждаются лимиты, утверждаются непосредственно документом оперативный план. Далее тут есть контроль исполнения раздел. Здесь вот далее установлены лимиты в закупках и вот мы можем здесь в этом разделе видеть эти лимиты установленные. Также непосредственно из этого рабочего места мы можем производить корректировки бюджета закупок например нам требуется увеличить лимит по какой-то статье и мы обеспечиваем этот лимит за счет какой-то другой статьи значит этот документ создается согласовывается таким образом корректируется лимит непосредственно из этого рабочего места. и последнее что важное здесь это установка в статьях бюджетов установка статей по которой установка контроля по статьям и аналитикам вот на наши бюджеты закупок у нас включены включен контроль по таким статьям бюджета значит планирование в закупках происходит по статьям бюджетов закупок то есть это отдельный справочник который именно так и называется статьи бюджета закупок и этот справочник никак не связан там с какими-то другими статьями там статьями затрат или статьями бюджетирования то есть если есть необходимость такой интеграции то приходится в рамках проекта как бы это дополнительно автоматизировать в закупках в бюджете закупок эти статьи представлены справочник представлен автономно от всех других то есть также вот здесь установлены установлен контроль для определенных статей бюджета закупок далее переходим непосредственно корпоративным закупкам здесь у нас в этом разделе происходит полностью все что касается закупок от подготовки планов до закупки непосредственно самой значит ну для того чтобы здесь есть справочная система можно открыть совершенно любой раздел управления корпоративными закупками нажать на F1 или знак вопроса и вот здесь вот представлен справочная информация по данному разделу подразделу который мы открыли и что цена есть графическая схема справки то есть здесь представлены для закупок три графические схемы справки это общая схема управления закупками схема для аккредитации поставщиков и непосредственно подготовки и проведения торгов и открыв эту схему вот в данном случае схему по закупам бизнес процессу закупок очень легко по ней идти как бы для того чтобы ничего не пропустить и последовательно пройти весь бизнес процесс значит при первоначальных настройках это очень удобно делать значит ну настройки мы с вами уже произвели дальше следующий этап в планировании это установка закупок это установка цен номенклатуры находится это установка цен в разделе склады установка цен номенклатуры здесь вот я на 2021 год два документа завела первый документ это плановые цены на 2021 год это для автоматического заполнения в планах закупок вот и сразу же завела для начальной максимальной цены закупок также документ начальная максимальная цена это цена которая определяется публикуется на торгах вот значит после установки цен номенклатуры мы должны перейти то есть собрать прежде всего планы потребности наших дочерних зависимых обществ и создать документы плана потребности то есть эти документы могут быть с двумя видами операций то есть первые если у нас контроль используется по лимитам то мы должны завести прежде всего документы план потребности для установки лимитов то есть бюджет закупок мы устанавливаем мы подбираем номенклатуру либо категорию номенклатуры вот здесь у нас есть закупка по группе номенклатуры здесь у нас группа номенклатуры определяется значит закупка товаров статья бюджета закупок по номенклатуре идет планирование и на год определяется так как у нас лимиты в настройках определяются на год определяется сумма на которую по нашим плановым ценам закупок у нас есть потребность у наших дочерних зависимых обществ на год в закупках. Также на основании бюджета закупок при необходимости мы можем создать другой операционный план, который будет корректировкой нашего предыдущего операционного плана. То есть необходимость в этом появляется довольно часто в течение года. То есть это производится вот таким образом, созданием на основании. Ну и, конечно, все документы проходят согласование. Этапы и утверждаются. То есть вот у нас по одному плану потребностей и по другому плану потребностей также установлены лимиты. Так, ну при корректировке, при создании корректировки там документ имеет несколько другой вид. то есть система знает, что этот документ уже является документом корректировки. то есть здесь у нас появляется... мы можем определить исходные документы, то есть определить, добавить видимость полей, которые у нас используются, то есть исходные, дельта и новые значения. Значит, и оно откорректирует соответствующее. То есть если мы можем в дельту записать значение наше новое, то есть 100 тысяч, мы видим, что новое значение у нас увеличилось. Если нам нужно уменьшить, то ставим эту цифру с минусом. Таким образом производятся корректировки. Значит, второй вид бюджетов закупки это с видом операции планирования. Но они у нас идут следующими по этапу, потому что, как бы, ну, если в определенных статьях бюджетирования установлены контроль лимитов, то уже непосредственно при проведении этого документа планирования происходит контроль по лимитам. То есть если у нас, ну, например, производственное предприятие, где не устанавливаются лимиты, где есть только, собираются только потребности, там только заводятся, заводятся только документы с видом операции планирования. Тогда там контроль документа не происходит, планирование. Вот, контроль, это когда идет бюджетирование непосредственно от лимитов, от лимитирования, но это скорее, ну, в организациях, которые ведут деятельность и услуги, ну, не производственные организации, там идет от лимитов. Ну, также смешанные планы тоже возможны. Следует из вышесказанного. Значит, заводится также номенклатура, определяется место поставки номенклатуры, характеристики определяются номенклатуры, и на год. Здесь я, корректировочный какой-то у меня получился. Ну, у меня поля вот эти включены, поэтому видно, как бы, все поля, которые используются при корректировке. То есть, можно здесь регулировать, то есть, включать количество и сумму, либо только оставлять, например, сумму. То есть, вот наше планирование на год здесь у нас по номенклатуре включено. И также вот происходит контроль документа, то есть, если я, например, увеличу здесь какое-то значение. Вот количество 100. У меня по номенклатуре велосипеды спорт, то у нас контроль тут же срабатывает еще даже до записи, до проведения документов. Здесь можно создать отчет, сформировать. И мы увидим отчет такой, где видно всю номенклатуру, видно изначально, что у нас доступно по операции, какие лимиты, какие данным документам лимиты использованы и какие у нас остались к использованию лимиты. Вот тут я велосипеды спорт увеличила. У меня теперь нехватка 1 900 000 лимита для планирования данного бюджета. То есть, такой документ у меня система не согласует. Поэтому возвращаю первоначальное значение. Ну и чтобы согласовать, понятно, нужно отправить на согласование. Провести документ. Ну, он проводится, в принципе, в процессе согласования. Вот, отправлено утверждение. И тот, кто утверждает данный документ, он может... Ну, здесь, если список тех, кто визирует документ, состоит из нескольких человек, здесь будут... Они в списке видны. И можно непосредственно самому пользователю, согласовывающему какие-то комментарии здесь обозначить и нажать «Согласовать» либо «Отклонить». И после этого документ вернется предыдущему согласовавшему. Также можно схему согласования отсюда посмотреть. Вот. Историю согласования. Вот. И при необходимости согласовать документ будет утвержден. Так, далее. После того, как у нас операционные планы заведены, мы можем пойти по справке и посмотреть, что у нас идет далее. Значит, здесь вот как раз говорится о разных видах бюджетов закупок, которые мы заводим. И после этапа сбора потребностей, заведения бюджетов, закупок лимитов, установки лимитов, у нас следующий этап – это источник покрытия. То есть мы должны определить источник покрытия. То есть что и какие номенклатуру, какую из потребностей мы можем удовлетворить по действующему договору, по тем договорам, которые уже заведены, ну и функционируют с прошлых лет. Либо если мы зафиксируем документом потребности дочерних зависимых обществ, остатки потребности по дочерним зависимым обществам, мы можем также определить, что у нас за счет внутри групповых договоров, какие потребности могут закрыться. Вот. Если по действующему договору, то мы тогда непосредственно переходим к созданию договора с поставщиком и заводим договор, дальше там переходим к исполнению заказа поставщику. Сейчас это также автоматизированное рабочее место. раньше как бы этот полностью закрытие потребности по действующему договору вручную производилось. Сейчас есть помощник отнесения потребности на договор, то есть это можно делать автоматически. Вот у нас есть наши потребности. договора, ну, здесь у меня один договор в 21-м году, как бы, и для того, чтобы мне за счет этого договора, то есть у нас имеется договор, в котором, который заведен вот именно на эту номенклатуру, которая у нас здесь в потребностях, то есть слева это наши потребности, справа в нижней, в верхней части это у нас договоры, которые имеются, и в нижней части у нас расшифровка как бы по этому табличной части этого договора, той номенклатуры, которая этим договором закупается. Вот, для того, чтобы перенести в действующий договор, нам необходимо отметить галочками ту номенклатуру, которую мы хотим перенести, и вот мы можем перенести в текущую версию договора, то есть добавить к тому договору, который уже имеется, либо создать новую версию договора, как бы договориться с поставщиком о новом договоре, и автоматически в этот новый договор перенести. И после того, как мы применим здесь, это то у нас вот записать изменения в договор, у нас создастся новый договор, на основании которого дальше мы можем делать новый заказ поставщику. Если мы передумали как бы это делать, мы можем вот здесь воспользоваться кнопочкой отменить, все у нас размещения потребности будут очищены, как бы все вернется в исходное состояние. Ну вот здесь в прошлых как бы периодах тут есть вот в восемнадцатом году значит более обширно представлено в демо-базе. То есть здесь много договоров, вот если мы увидим, если мы проходим по этим договорам, мы вот внизу видим расшифровку, этих договоров, то есть если у нас есть совпадение с вот с левым окошком с потребностями договоров по той же номенклатуре, то мы вот внизу увидим расшифровку и можем найти как бы эту номенклатуру, отметить галочками и также перенести в этот договор или создать на основании него новый договорившийся с поставщиком как бы о расширении поставок. То есть вот так по действующему договору. внутри групповому договору, я говорила, там как бы вручную, но на основании отчета. И то, что мы планируем закупить, для этого мы должны создать программу закупок для той номенклатуры, которую требуется закупить на электронных торговых площадках. У нас для этого матрицу полномочий категорийных менеджеров мы уже видели. если у нас категорийный учет идет номенклатуры, то есть мы закупаем по категориям. Вот. И положение о закупках также мы видели, что в настройках оно у нас привязано непосредственно к самой номенклатуре. Значит, мы должны перейти вот к программе закупок. первоначально формируются такие документы, как строки планов закупок. То есть создается новый документ. Здесь определяются все параметры закупки. То есть каким образом будет происходить способ, какой способ закупки привязан к той номенклатуре, которую мы сюда добавим. Вот. в какой документооборот в каком виде будет вестись. Либо это закрытая закупка, либо в электронной форме будет документооборот проводиться. Вот. Если у нас вне плановой себестоимости идет закупка, тогда мы ее заполняем, просто добавляем потребности. то есть здесь у нас по потребностям мы заполняем. Если у нас вне плановой себестоимости, вне плановой потребности, тогда просто у нас будет строка добавить, и мы непосредственно просто заполняем номенклатуру. Здесь. Так. А иначе подбирает, идет подбор из потребностей. то есть здесь мы выделяем как бы всю нашу номенклатуру. Если мы полностью там включаем, либо отбираем непосредственно какие строки и отправить, закрыть, они у нас переносятся сводно, ну то есть сама номенклатура и общими суммами, общим количеством переносится непосредственно сюда строку плана закупок. Вот. Также здесь заводится предмет договора. Это то, что у нас будет опубликовано на электронной информационной системе, на электронной торговой площадке, требования общие закупки. И если у нас относится наша организация закупки регулируется 223-м законом, который определяется непосредственно в организационной единице отнесения вот 223-му закону, то в этом случае заполняются еще вот здесь вот параметры, которые относятся к 223-му закону. То есть, если это закупка инновационной продукции высокотехнологичной лекарственных средств, тогда здесь ставится галочка. И для вот таких, такого вида закупок инновационной продукции и лекарственных средств существует теперь в редакции 3.1 планы закупок на 3 года, которые публикуются по закону 223-му на 3 года могут опубликовываться на электронной торговой площадке. Также определяется здесь процент использования привлечения малых-средних предприятий в качестве субподрядчиков и определяются даты начала подготовки закупок официального объявления и даты исполнения в основном это конец года. Значит, эта закладка электронной информационной системы заполняется тогда, когда у нас уже произошла интеграция с электронной информационной системой и здесь проставляется непосредственно вручную номер, берется регистрационный номер для этой строки плана закупок заполняется здесь. Также здесь еще хранится номер версии который можно создать создаем на основании данной строки закупок в случае корректировки новую версию строки плана закупок. Видим, что номер версии изменился. Но это для того, чтобы при опубликовании на электронную торговую площадку там автоматически данная строка плана закупок заменялась на такую же с новой версией для того, чтобы она находила. Так как у нас по коду EIS она найдет что это та же самая строка только другой версии. также отсюда создать на основании мы можем создать обоснование закупки тогда, когда она требуется. Здесь уже создано обоснование, поэтому вот она тут мне об этом сказала. Вот обоснование. то есть документ обоснование закупки вот непосредственно оттуда можно его создать. То есть здесь также определяется ну вот что является строкой плана закупок здесь какой способ закупки что заполнять техническое задание проект договора ну и так далее все необходимое заполняется условия оплаты выбираются то есть аванс постоплата какие сроки какой процент все это определяется в обосновании закупки и эти документы ну вот в качестве документа основание здесь прикрепляется также можно любой документ прикрепить как внешний файл определяется также в настройках как будет в системе прикрепляться документ находиться либо как внешний файл непосредственно на диске вот ну и обоснование должно быть завершено для того чтобы мы могли перейти к следующему этапу далее этот документ также утверждается согласовывается вот и после строки плана закупок мы переходим непосредственно к плану закупок вот схему я закрыла сейчас я ее открою то есть схему можно открыть из любого места как вы видите по знаку вопрос то есть строки плана закупок то есть если требуется обоснование то у нас создается план закупки он создается строка плана закупок она создается в том случае как бы если не требуется и если требуется обоснование вот если значит требуется то прикрепляется еще документ обоснования это мы с вами посмотрели вот и программа закупок Это программа закупок, которая публикуется именно на электронной торговой площадке на год. Вот. Отдельно публикуется план программы закупок для инновационной продукции и высокотехнологичной, инновационно-технологичной и лекарственных средств. В этом случае стоит галочка. Вот. Здесь. То есть мы создаем программу закупки и по потребностям заполняем строки плана закупок. Они у нас заполняются. Значит, здесь отдельно будут позиции, которые утверждены, на вкладке позиций собираются. Если у нас какие-то закупки в валюте, они у нас будут на специальной закладке. И если у нас есть неутвержденные еще позиции программы закупок, здесь будет еще третья закладка черновики. И там эти черновики будут все отслеживаться, пока они не будут так же согласованы или удалены. Вот. Ну, здесь из позиции утвержденной собирается сумма. Здесь, ну, у меня предприятие одно, участвует оно малое и среднее, поэтому как бы попало в контрольное соотношение малых и средних предприятий. То есть, 100%. Вот. То есть, моя производственная компания, которая по 223-му закону планирует закупки. И эту программу закупок мы можем, открыв обмен с электронной торговой площадки, непосредственно опубликовать, то есть, с единой информационной системой опубликовать там. Так, далее на основании мы, следующий документ, который мы создаем, это закупочная процедура. Значит, закупочной процедуре определяется все, что... Ну, подготавливаются торги. Во-первых, здесь, ну, вот на первой закладке, на основных сведениях мы видим способ закупки, период закупки. Также здесь заводится план мероприятий, определяется для закупочной процедуры. мероприятия, это у нас этапы проведения наших торгов. То есть, изначально это у нас дата начала, дата окончания данного этапа. и подготовка, официальное объявление закупки. Длительность в днях вот здесь определяется. И вот справа у нас будет отображаться тоже необходимые документы, если какие-то документы, либо если какие-то оповещения нужны, какие-то закрывающие документы, вот резюме стадии, да, то здесь они как бы справа будут отображаться. То есть, каждую стадию после прохождения нужно утвердить. И тогда есть возможность перейти к следующей стадии. Ну вот мы доходим постепенно до проведения, подведения итогов. И вот здесь мы уже видим протокол выбора победителей. У нас отображается. Так. Значит, и закупочную процедуру, любую, мы можем... Ну, как бы все эти этапы, они... Если у нас как бы каждый год одно и то же, ну, одни и те же, одна и та же номенклатура закупается, да, как бы одни и те же условия в торгах. То есть, вот здесь вот это все должно быть также заполнено. Все условия заполняются по договорам. Требования к участникам, если у нас аккредитованы непосредственно в системе. Также здесь могут быть, ну, вот какие-то критерии этим участникам. Подбор требований к поставщикам определен. Требования к составу документов. Значит, условия обеспечения заявок. Это если у нас заводится обеспечение для проведения, при проведении закупки. Вот. И так далее. То вот это все можно сохранить в виде шаблона, если у нас заполнена полностью закупочная процедура. И также ее впоследствии заполнить непосредственно из шаблона. Она вот здесь будет храниться. Вот. Для того, чтобы каждый раз вот это все снова не заводить. Все эти параметры. Вот. Ну, и у нас тут при заполнении вот этой закладки лоты создается лот. Вот. Вот. И отсюда можно создать... Здесь можно завести предложение участника закупочной процедуры. Вот. И потом уже как бы... Выбрать автоматически участника. Ну, назначить победителя торгов. То есть создается протокол, определяется победитель. И далее определяется способ закупки. То есть у единственного поставщика, то есть требует обоснования, да, также там формируется непосредственно протокол выбора. В протоколе выбора победителя определяется... Сейчас мы перейдем. Вот. То есть здесь у нас вот по оценке сопоставления вы... Вот это предложение победило. Как бы после того, как предложение победило, мы можем перейти к управлению договорами, создать договор и дальше уже приступить, перейти к исполнению по договору. После исполнения мы можем создавать различные отчеты. То есть здесь есть целый ряд отчетов, но наиболее используемые – это экономия по результатам торгов. Здесь вот есть... Ну, здесь в прошлых годах, как бы на демо-примере, здесь были заведены полный цикл торгов. Здесь вот видно процент экономии. То есть за счет выбора наиболее дешевой цены как бы рассчитывается процент выбора по сравнению с плановой ценой. И анализ исполнения программы закупок. Также отчет можно сформировать, который состоит... Анализ удовлетворенности потребности. Вот, который состоит из нескольких этапов. Вот на данной презентации как бы этот отчет представлен с разделением по этапам. То есть анализ удовлетворенности потребностей. Здесь, если заменены замены на аналоги и унификаты, то они тут отображаются. Отображается потребность, покрытие потребностей и исполнение, когда уже договор поставки исполнен. Ну, на этом я заканчиваю презентацию данной системы. Спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы, пишите нам на почту. Заходите на наш сайт coderline.ru и вы там увидите ссылочки вот такого вида, как здесь вверху в правом углу представлено. То есть переход на наши социальные сети. Там можно подписаться будет. Ну, например, на YouTube все эти наши презентации и вебинары, они все публикуются. Можно посмотреть. На самом сайте у нас представлены статьи экспертов, также вебинары. Также можно это все там найти. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok